Здравствуйте! Я доктор-член преподавательского состава Денис Бергер. После получения степени бакалавра на кафедре радиотелевидения и кинематографии в Университете Мармора я получила степень магистра в Университете Галатасарай. Затем я получила докторскую степень на кафедре СМИ в Университете ЭДИТЭП. Сейчас же я являюсь главой кафедры радиотелевидения и кинематографии в Стамбульском университете Айвансарай. Как можно понять из названия, кафедра радиотелевидения и кинематографии – это довольно обширная отрасль, поэтому студенты, окончившие эту кафедру, будут способны трудоустроиться во всех коммуникационных сферах. Потому нашей основной целью является воспитание медиаэкспертов, которые будут способны работать во всех отраслях коммуникации. На кафедре радио, телевидения и кинематографии мы проводим как прикладные, так и практические занятия. Мы готовим наших учеников к деловому сектору с помощью прикладных дисциплин, а также предоставляя им культурную и отраслевую базу с помощью теоретических занятий. Для этого у нас есть телевизионная студия и масс-лаборатория, в которой проходят художественные уроки. Таким образом, все прикладные занятия проходят именно там. На кафедре радио, телевидения и кинематографии на третьем курсе мы предоставляем студентам возможности для стажировки. Кроме того, чтобы выпуститься, ученики на четвертом курсе должны подготовить дипломный проект. В течение этого процесса студенты, во-первых, находят свою область применения в техническом плане, а во-вторых, понимают, к чему у них есть склонности. И, конечно же, они получают навык презентации и защиты своей работы перед толпой людей. У факультета искусств есть соглашение по программе Erasmus. Как кафедра мы, конечно же, поддерживаем наших студентов, которым хочется попасть на программу обмена и извлечь выгоду из обучения за границей в течение одного семестра. Могу сказать, что кроме прикладных и практических дисциплин, мы также каждый семестр в обязательном порядке организовываем технические поездки, чтобы наши студенты могли вживую увидеть то, что практиковали на занятиях. В прошлые семестры мы ездили в радиотелевизионное учреждение Турции. В целом, мы поддерживаем наших учеников специальными соглашениями, а также отраслевыми техническими поездками, которые подписываем каждый семестр. Кроме того, как факультет искусства, мы поддерживаем серию обсуждений дизайна. Мы делаем это с целью познакомить наших студентов со специалистами данной отрасли, с надеждой, что в будущем они смогут взаимовыгодно сотрудничать. Повторяя то, что я уже говорила в начале, радиотелевидение и кинематография – это очень обширная область, поэтому выпускники этой области могут работать в сфере радиотелевидения и в журналистике. Они могут найти работу в любой отрасли кинематографии, например, режиссуре или редактировании, или в широком спектре областей, таких как корпоративное общение, новые медиа, производство цифрового контента, которые сегодня являются очень популярным среди молодежи. Как я уже говорила, наши выпускники смогут трудоустроиться во всех областях коммуникационной отрасли в соответствии с их интересами и способностями. Мне кажется, в этом плане нашей кафедре очень повезло. В течение этих четырех лет ученики могут испытывать некоторые трудности по разным предметам. Мы стараемся помочь студентам там, где они испытывают трудности, вместе преодолевая эти проблемы. Кандидаты, которые собираются выбрать кафедру радио, телевидения и кинематографии, должны быть любопытными, креативными и обладать хорошими коммуникативными навыками. Но важнее всего, вы должны выяснить, действительно ли вы хотите учиться на данной специальности и достаточно ли у вас сил и терпения, чтобы добиться этой цели. Потому что мы видим, что студенты, которые действительно хотят этого, в конце концов добиваются успеха. Кафедра радио, телевидения и кинематографии на факультете искусства в Стамбульском университете Айвансарай, является уникальным и ценным местом благодаря своему расположению, ведь мы находимся в Балате, прямо в центре Стамбула. Так как Стамбул является центром нашей отрасли и здесь снимается огромное количество сериалов и фильмов, то студенты получают уникальную возможность живую наблюдать за данным сектором. И, конечно же, у наших прибывающих из других мест друзей будут дополнительные плюсы нахождения в Стамбуле. Возможно, для них этот город будет местом, где они познакомятся с жизнью, смогут в нее влиться, благодаря чему станут более креативными. Говоря от имени факультета искусств в Стамбульском университете Айвансарай, мы с нетерпением ждем всех креативных, любопытных, заинтересованных в радио, телевидении и кинематографии друзей в нашем кампусе Балат.